Доброе утро, дорогие друзья! В Тиеве дождь. Вообще, конкретный такой дождь. Я снова в машине. Сейчас у меня как раз эта неделя прям, ну, вот нереально. Все очень плотно. И... Но Тору нельзя откладывать. Тору нельзя откладывать. Потому что ради этого человек был создан. Не для того, чтобы на тренинде ездить. Не для того, чтобы просто ездить. А для того, чтобы служить Богу. А как узнать, как служить Богу, если ты не знаешь, что Бог от тебя хочет? Юрий Нивни молодец. Вы тоже каждое утро молодец. Первый, почему-то он заходит. И Тони Кауфман. Долго не было Тони Кауфмана. Появился Яков Шатанин. Всем доброе, добрейшего утра. Оксана Павликова, Колесник Петр. Всем шалом. Вот. Талия Рафальска. Доброе утро. Зурам Асланян. И мы продолжаем двигаться по пертему получения отцов. Получение отцов. значит, сегодня у нас мы продолжаем изучать Мишну, которую сказал Раби Яков. Четвертая глава. Ой, привет из Сухуми. Наверное, в Сухуми у вас-то в Сухуми у вас, наверное, тепло. Это у нас в Киеве дождь. Хорошо. Хорошо. И вот, значит, четвертая глава. Говорил Раби Яков. В Томишне, вот то, что мы вчера учили, Раби Яков нам сказал, что этот мир похож на коридор перед грядущим миром. И подготовь себя в коридоре, чтобы зайти во дворец. Так сказал Раби Яков в Томишне. Теперь он же продолжает. Ой, Яумер. Он говорил. Яфе. Яфе. Это прекрасно. Яфа даже. Прекрасно. Ша Ахат Бетшувау Масим Товимба Уламазе. Он говорит, прекрасно. Один час. Один час в раскаянии и в добрых делах в этом мире. Миколь Хае Уламаба. Чем вся жизнь в мире грядущем. Это начало. И вторая часть. И прекрасно. Ша Ахат Шель Курат Руах Ба Уламаба. И прекрасно. Одно мгновение. В Нахат Руах Карат Руах. Это удовольствие духовного удовлетворения в мире грядущем. Чем вся жизнь Аула Мазе. Чем вся жизнь этого мира. Для меня это самая непонятная Мишна. Перте. Вот самая непонятная Мишна. Давайте вдумаемся. Значит. Первое. Тора нам учит. Тора нас учит. Что есть этот мир. Уламазе. Мир материальный. Этот мир, в котором мы живем. Вот материальный мир. Все можно пощупать, потрогать. И этот материальный мир. Это проекция мира духовного. Есть духовный мир. Вечный мир. Который нельзя ощутить органами чувств. То есть этот мир существует. Но он органами чувств человека. То есть о чем человек чувствует. Человек чувствует вообще всем мозгом. То есть по факту все сигналы со всех. С кожи, с звук, глаз и так далее. Все это заходит в мозг. И в мозге человек создает картину мира, в котором он живет. Матрица такая, да? То есть представьте. Вот человек может даже закрыть глаза и чувствовать вообще, что внутри происходит. Это все этот мир. А вот этот вот мир духовный человек не чувствует. Нет вот этих вот инструментов. Как я вчера приводил этот пример. У меня же голова не радиоприемник. Волны есть, радиоволны есть. А я радио в песне не слышу. Ну вот почему я не слышу радио ретро у себя в мозге? Почему? Потому что у меня нет приемника. Но в машине приемник есть. И он эту волну ловит. Он ее переводит на звуки. Звуки сотрясают воздух. Заходят мне в ухо. В ухе у меня есть там такие миллионы таких вот щетиночек маленьких. Звук этой щетиночки тр. Как-то он теребит эти щетиночки. И значит идет сигнал в мозг. И я слышу песню радио ретро. Какая-то песня. Понятно, да? Теперь дальше. Значит, поэтому мы можем только верить, что есть духовный мир. То есть мы в это верим. Мы его не ощущаем, но мы в это верим. Но были такие люди, пророки, они называются пророки, которые могли своим сознанием выходить из своего восприятия, из своего мозга. То есть они вот эту вот свою там точку сборки, внимания и так далее. У них выключалась система, полностью выключалась система у пророка, система восприятия этого мира. И у него включалась у пророка какая-то вот эта другая система восприятия духовного мира. И значит пророки, они заходили в этот духовный мир, и они от Бога, от создателя мироздания, они получали сигналы, как работает система. И вот этим главным сигналом, главным пророком был Машер Абейну Моисей. Моисей на 40 дней поднялся на гору Синай, отключился полностью от этого мира. То есть он не ел, не пил, и как бы его тело, можно сказать, оно выключилось. То есть его тело полностью выключилось. И в этот момент его сознание, самоосознание, оно было полностью соединено с Богом. И он воспринял как бы всю Тору, и вся Тора, вся вот эта из духовного мира информация, как все работает, зашло в Машер Абейну. И потом Машер Абейну, он это интерпретировал, знаете, как есть конвертеры. Знаете, один формат сигнала переводят в другой. Фильм написан в одном формате, он переводит в другой. Также Машер Абейну, вот это духовное знание, он его конвертировал на язык, на язык Торы. И он его вначале записал, письменная Тора, это пятикнижие. И он это знание потом объяснил простым, понятным языком, это устная Тора. И мы сейчас учим устную Тору. И вот, значит, Раби Яков сказал в устной Торе, что прекрасно говорит, один момент, шаахат, это как одно мгновение, один момент, шувы. Шува это раскаяние, има асим, то вимы, добрых дел в этом мире, чем вся жизнь в мире грядущем. Непонятно. Мир грядущий это награда. То есть человек проходит этот жизненный путь, он здесь набирает баллы, он по ходу дела получает какие-то удовольствия, страдания, но это такое, как бы, мимолетное. Вот смотрите, например, да, если мы возьмем, каждый возьмет свои удовольствия. Если мы возьмем, каждый возьмет свои удовольствия в жизни, да, вот все вспомнят свои удовольствия, да. Там я с утра кофе попил, позавтракал, там, ну и так далее. Вот мы возьмем удовольствие. Сами удовольствия, они мимолетные, они незначительные. А вот, например, если у меня то, что я 20 лет назад женился, у меня эта радость 20 лет со мной, да, например. Эта радость уже такая полудуховная. Или человек, например, он что-то, что-то он достиг, и он этому своему достижению может долго радоваться. То есть, эта радость такая уже полудуховная, он же достиг давно, а радуется долго. То есть, удовольствия в этом мире, они делятся на физические удовольствия и удовольствия духовные, которые человеком остаются долго. А когда человек умирает, тело отмирает, то он переходит в духовный мир, и там у него остаются только духовные удовольствия, которые с ним навечно. Так, почему тогда, говорит нам Раби Яков, что лучше одно мгновение раскаяния и добрых дел в этом мире, чем все удовольствие мира грядущего? Он сравнивает, вот смотрите, почему лучше? Потому что с помощью вот этого раскаяния и добрых дел я могу получить вот это вечное удовольствие. Вот есть, кто математику знает более-менее, он знает, что если любое число умножить на бесконечность, получается бесконечность. Да? Теперь смотрите, если можно одним добрым делом получить бесконечное удовольствие от него, то есть умноженное на бесконечность, и еще можно, а есть еще все действия человека делятся на заповеди, когда ты выполняешь волю Бога, и когда ты получаешь за это награду, то есть заповедь, это Бог, он как бы проявил в этом мире свою волю, и он сказал, это делай, заповеди повелевающие. А вот это Бог сказал, это не делай, это запрещено делать. И когда человек делает то, что запрещено делать, заповеди запрещающие, в этот момент он как бы отрезает себя от вот этого вечного удовольствия, он как бы берет, и вот ту часть себя, которая должна была перейти в эту вечность, он ее, чих, отрезает кусочек. Теперь отрезал он эту часть, но когда он раскаивается, что такое процесс раскаяния? Он вспоминает этот свой момент, когда он нарушил заповедь, да? Волю Бога он нарушил. И он сидит и думает, вот сейчас как раз перед Роша Шана мы должны делать шуву, мы должны раскаиваться. И человек сидит и думает, вот в том году пропустил я там уроки Ицхака. Ну ладно, типа, это так себе, ничего, нормально. А вот, например, шаббат я нарушил, нарушил я шаббат, вот как я мог, я же нарушил волю Бога, шаббат я нарушил, как же я мог. Вот все, больше так не буду делать, в следующем году буду шаббат соблюдать полностью. В этот момент это называется раскаяние. Он вернулся как бы назад, и он в тот момент, он нарушил волю Бога, это было его решение, оно, это решение было духовное, и он из-за этого потом сделал какие-то действия. А сейчас он мысленно вернулся назад в ту точку, которая была основой его нарушения, и он эту точку стирает. Он говорит, о, как я мог, зачем я это сделал, все, я больше не буду. Вот мужика-мясорук, он так жалеет, например, если что-то, не дай Бог, не так делал, он жалеет, он сделал раскаяние, сделал шву, и он внутри, в своем же внутреннем мире, он как бы вот эту грязь очистил. Он своим же раскаянием, он очистил эту копоть, которую он нанес своим грехом, своей душе, и у него, оп, этот кусочек опять вернулся. Вернулся у него этот кусочек, который был отрезанный. Получается, чува, раскаяние и добрые дела в этом мире, добрые дела это действия, когда ты выполняешь заповеди, они лучше, чем все в мире грядущем, чем награда, потому что они именно и дают эту награду, они не лучше, они больше. А почему, значит, а почему, ну вот, но если ты в этом раскаиваешься, Бог же он знает, он все знает. Если человек раскаивается в том, что он делал, Бог его прощает. Так нас учит Тора. То есть раскаяние и добрые дела, они спасают человека и убирают последствия греха. Теперь, значит, а почему написано во второй части, сказал Раби Яков? Наоборот, он сказал, что удовольствие в мире грядущем, даже мгновение удовольствия, лучше, чем вся жизнь в этом мире. Потому что нельзя сравнивать несравнимое. То есть вечное, вечный кайф без всяких последствий, сравнивать с мимолетным кайфом, за который приходится все время платить. Все в этом мире удовольствия, они мимолетные, и за них надо платить. То есть есть прямо оплата за каждое удовольствие. Иногда человек жизнью своей платит, годами жизни, чтобы достигнуть какую-то цель. И его годы жизни, это и есть его плата. Иногда он страдает, иногда он нарушает, иногда он переедает. За все надо платить. Но когда его тело отмирает, и он вылетает, как бы такая душа его, голограмма, вылетает из тела. И он такой идет по этому тоннелю света, туда идет. А у него там вечная жизнь. Там голограммы всех его родственников, которые умерли до этого, и которые его встречают. Говорят, ну что, говорят, приветик, ты боялся, ты мучился, а ничего там страшного нет. Значит, есть, сейчас вот у меня промелькнула какая-то на этот счет очень интересная картинка. Когда человек умирает, он... А, это пишет царь Соломон в Экклезиасте, царь Соломон в Экклезиасте. Он пишет, он говорит, смотрю, как мучаются люди в этом мире. Смотрю, как мучаются люди в этом мире. Сколько обездоленных, сколько несчастных, сколько страдальцев. И говорит, я завидую я тем, кто умер. Им уже лучше, чем тем, кто живет. А еще лучше тем, кто не рождался. Потому что душа, когда заходит в этот мир, это она уже до этого здесь была, и она не выполнила свое предназначение. И когда души опускают в этот мир, они не хотят. Они говорят, я не хочу в этот мир страданий. Этот мир, человек все время куда-то бежит, гонится и так далее. И, значит, так сказал нам царь Соломон, завидую тем, кто умер. А, говорит, больше всего завидую тем, кто еще не рождался. Хорошо, друзья. Вот Итан Леви Бердер. Я надеюсь, завтра Итан сможет провести урок. Потому что у меня как раз осталось два дня тренинга. И из машины тяжело везти, потому что мозги трясутся. И мысли такие они не четкие. Когда в условиях обучается, тот вдвойне молодец. Все, друзья, давайте еще раз. Напоследок я расскажу, как эту мишну объяснял Раф Деслер. Раф Деслер, он говорил так, что почему лучше мгновение удовольствия в мире грядущем, чем все удовольствие этого мира. Он объяснял, что то удовольствие, которое человек испытывает, когда уходит из этого мира, оно больше. Вот если взять все удовольствие материальное людей за всю историю человечества, всех людей, за все этапы, вообще вот все, что люди испытывали, и все сложить вместе, то это не сравнится с тем духовным удовольствием, которое человек испытывает, когда приходит в рай, когда его душа приходит в рай. И, значит, вот так он объяснял. Это невероятно какое-то нас ждет удовольствие. Все. Хорошо, друзья. Все, удачи, успехов. Напишите, пожалуйста, что вы поняли из этой мишны. Повторите предыдущие мишны. То есть человек, его решения, они диктуются тем, во что он верит. Все решения человека, они являются производным и следствием того, во что он верит. У каждого из нас есть набор убеждений, набор ценностей, набор каких-то принципов, которые сформировались когда-то под влиянием кого-то. И если вы вот эти вот мишна йод, это пертья вот, получение отцов, это то знание, которое дает вечность. Подумайте над этим. Если вы возьмете это знание и его встроите в свою систему убеждений, то, как вы смотрите на мир, то, во что вы верите, то ваши решения будут вас приводить к Богу, а Бог уже вас не оставит, потому что Бог хозяин мира. Представьте, Бог хозяин мира, и вы, изучая Тору, с Богом общаетесь. Это вообще бомба. Все, друзья, удачи, успехов. Напишите свои выводы. Спасибо, не пишите. Напишите свой вывод после урока, чтобы его запомнить, и чтобы этот вывод стал тем семенем, на котором вырастут плоды вечной жизни. Я желаю всем попасть в рай через 120 лет жизни в этом мире, но попасть в рай и в вечную жизнь. Все, встречаемся в вечности. Встречаемся в вечности. До свидания. До свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok